На южном проезде, протяженном в двухкилометровом участке от улицы Авроры до Измайловского переулка, ведут активные работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» направлены на проведение ремонта дорожного полотна, включая укрепление основания и замену верхнего слоя покрытия. Местные автомобилисты очень ждут результатов работ. А пока из-за неудовлетворительного состояния участка не считают его в полной мере автодорогой, пригодной для езды. Поэтому, чтобы не повредить машины, приходится искать пути объезда по соседним улицам. Так, житель 134-го дома Ренат Фадхуллин выезжает через крейсерную и Витебскую, а возле своего дома на южном проезде только паркуется. «Ну, конечно, какая дорога? Не дорога-то. Безобразие. Тут никто и не ездит фактически». Часть участка уже подверглась фрезерованию, остальная часть находится в процессе подготовки. Требуется ремонт основания. Его заменят, и таких локаций при работе с конструктивом дороги много. Как раз этим сейчас подрядчик и занимается. Рабочие убирают разрушенный асфальтобетон, проводят разборку старого щебеночного основания. На данный момент осуществляют также разработку грунта. «Объект довольно-таки проблематичный, потому что дороги здесь, можно сказать, практически не было. Будем делать новые основания, то есть устраивать песок, щебень. Потом идет крупнозернистая асфальтобетонная смесь будет устраиваться и, соответственно, вкладывать верхний слой». Верхний слой устроят из высокотехнологичной асфальтобетонной смеси. Специалисты отмечают, что в процессе работ на южном проезде имеются определенные трудности. В некоторых местах отсутствует асфальтобетонное покрытие. Однако даже там, где дорога грунтовая, планируют создать устойчивое основание и уложить твердое покрытие. Этим сложности не ограничиваются. Незаконные гаражи и другие самовольные постройки мешали проведению ремонта. «Мы еще в апреле проходили этот участок, совместно с подрядчиками, совместно с районами. Определяли, какие постройки необходимо убрать. Поэтому с администрации внутри городского района данные моменты отработали. Администрация способствовала сносу незаконных строений. Но вот, к сожалению, когда начали делать основание, когда выкопили экскаватором непригодный грунт, мы увидели там незаконные врезки. Может быть, они незаконные, мы пока еще до конца не знаем. Но, тем не менее, они находятся не на аромативной глубине, поэтому завтра будут решать, что с ним делать». Врезки связаны в основном с холодным водоснабжением и канализацией. Окончательное решение о демонтаже будет принято после дополнительного осмотра. В пятницу 19 июля его проведут комиссионно. На выездное совещание приглашены представители ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, на объекте ремонта в теле дороги находится опора линий электропередач, что, конечно, тоже мешает устройству дороги. Опоры деревянные, уже покосившиеся, были установлены на южном проезде еще в советские времена. На столбах крепятся высоковольтные провода, современные оптиковолоконные линии. Собственников коммуникации в профильном департаменте уже определили. Их также завтра ждут на объекте, чтобы поставить вопрос о демонтаже этих опор. Их переносит за границы дороги. Разумеется, это планируется выполнить не за счет средств, выделенных на реализацию дорожного нацпроекта, а за деньги собственников. Вопреки возникшим трудностям, работы продолжаются, чтобы ускорить завершение ремонта и порадовать жителей новой дорогой. «Чтоб здесь дорога была ровненькая, что еще должно быть? Частота порядок». Оперативности выполнения всех задач уделяется повышенное внимание. Ведь работы, предусмотренные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», согласно муниципальному контракту, завершить необходимо до конца августа текущего года. Августина Охременко, Николай Сидоров. События. Августина Охременко, Николай Сидоров. Собственно,